Всем привет, меня зовут Данил Иванов и это программа Телепорт. В этом выпуске мы переместимся в Черногорию и узнаем немного больше об этой жаркой стране. Черногория находится в юго-восточной Европе, на западе Балканского полуострова. Столица Подгорица, омывается Адриатическим морем. Официальный язык – черногорский. Страна славится своими горами, пляжами и природой. О Черногории нам чуть больше расскажет Мирон, который переехал в эту страну в 2017 году. Привет, Мироныч. Привет, привет. Расскажи давай, как ты переехал в Черногорию и когда это было? Переехал я в Черногорию в 2017 году, когда закончил школу в России и не смог сдать ЕГЭ. И поэтому ни один вуз в России меня не брал. Поэтому самым выгодным и самым правильным решением было уехать в Европу учиться. Там без каких-либо проблем берут и с российским дипломом школьным. После этого пришлось немного повозиться с языком, но в принципе все получилось. Учился я на морского инженера, судостроителя. В принципе специальность самая распространенная в Черногории, потому что Черногория имеет очень хорошие морские связи. И для меня это было что-то новое. А помимо учебы, может быть, чем-то занимался, подрабатывал где-нибудь? Помимо учебы, в основном заработать весь Черногория идет только на вторую часть года, так называемый туристический сезон, который длится 6 месяцев. И именно в это время есть какая-то возможность заработать. То есть приезжают туристы, ты с ними работаешь, показываешь им страну как гид, машину с дайвала, тоже как бы тут-там крутился. А зимой Черногория, конечно, умирает, и ты просто в основном стратишься сил на учебу. Слушай, расскажи вообще, как обстоят дела с работой в Черногории, сложно ли устроиться? Ну вот опять же, повторяю, зимой работы нет, туристов нет, страна выживает только на туристах, и поэтому работают в основном только какие-то социальные работники, полицейские, медицина и так далее. В основном никаких сверхбизнесов зимой не ведется. А вот летом это совсем обратная сторона медали. Там и гостиницы, и машины те же, что я сделал, и поездки на кораблях. В общем, работа с туристами по полной. Расскажи, какие плюсы и минусы жизни в Черногории? Давай с плюсов начнем. Главный плюс Черногории, это, конечно же, климат. Климат – это вообще супер. Как бы зимой погода не опускается, минус, даже меньше нуля не бывает. Очень тепло, очень классно. Европа, как бы Европа, но без визы. Тоже, я считаю, огромный плюс. Гражданам России не нужна такая виза, можете спокойно приезжать, наслаждаться климатом в Черногории. Спокойствие, скорее всего, нет никого, никто тебя не трогает, нет бесконечной суеты. Как в Москве, в России. И еще раз повторюсь, конечно, я думаю, для русских это самое прикольное плюс – теплая зима. Зимой все хотят, чтобы было тепло. Минусы, минусы, минусы. Минусы нету. Хоть и теплая зима, но делать нечего. Зима умирает так, что ты ходишь по улице и думаешь, что как будто апокалипсис прошел. На улицах никого, ничего не происходит. Все одно и то же. Зимой бывают сильные дожди, когда ты две недели не можешь выйти из дома, потому что затапливает все. Видео, может, прикреплю, где там вообще беда. Было демотрясение, ураганы. В таком месте, что без этого никуда. Минус большой, огромный, я бы сказал, что хромает образование и медицина. Потому что все же страна не сильно развитая, специалистов нет. Все, кто обучается, как и я в Черногории, все хотят ехать в Европу, работать там. В Черногории нет хороших специалистов в этом проблеме. Ну и инфраструктура, и как бы инфраструктура хромает, ты не можешь никогда пойти в магазин, когда тебе надо, грубо говоря. Потому что закрываются они очень рано или находятся очень далеко. Нету таковых бутиков. Все очень примитивное. Но это сугубо мое мнение, потому что я прожил много лет в России и понимаю, что такое хорошая инфраструктура. Слушай, расскажи про какой вообще доход, заработок в Черногории. Средний заработок это где-то 300-700 евро. На самом деле это почти минимум по Европе. Но это именно зимой. Летом, как я и говорил, все меняется сильно. А сколько вообще в среднем стоят продукты, цены на жилье, расскажи? А продукты, например, цена в ресторане, если ты сходишь, это примерно 15-20 евро с человека. Но в ресторане очень большие порции, то есть это очень непривычно для граждан России, что у тебя большие порции. Ты просто не можешь съесть. Я обычно заказывал с девушкой пополам порцию, потому что не мог осилить ее сам. Она очень большая. А так продукты в целом примерно так же стоят, как и у нас. Только качество мяса и молочных изделий намного лучше. А цены на жилье? Цены на жилье, конечно, дешевле, чем в Москве, но не в регионах. Примерно зависит от расположения. Давай возьмем, то есть съем, допустим, квартиры, либо дома. Какой ценник примерно в среднем? Все зависит от расположения к морю. То есть на первой линии море, конечно, уже будет подороже. Это будет в районе 500 тысяч евро в месяц. А уже если отходить чуть дальше, потому что Черногория, она же вся не равнина, она вся в горах. И приходится постоянно подниматься, то опускаться. И если жить где-нибудь на горе, где примерно я жил, то это было 350-400 евро в месяц. Тогда скажи, кому подходит эта страна для жизни? Подходит, на самом деле, для многих. Но я бы сказал, что к пенсионерам она бы подошла больше всего. Потому что у тебя есть хороший климат, хороший воздух, чистый, приятный. Нету суеты, и как бы ты уже можешь там релаксировать. Я бы мечтал бы там пенсию, конечно, прожить. Плюс сейчас очень популярное направление фрилансеров и айтишников в Черногории. Все фрилансеры, на самом деле, похожи, конечно, на пенсионеров. Они тоже сидят такие, ничего не делают в своих компьютерах. Ну ладно, это так, шутка. А так, еще люди, которые владеют своим бизнесом, ресторанами. Те, кто хотел бы работать с туристами, идти в ту сферу, как бы Черногория, это супер. Она не сильно нравится, это страна. Любой такой бизнес, он может залететь хорошо. Черногория – очень яркая и красивая страна, которая славится древними монастырями, крепостями, городами, островами и роскошной природой. Благодаря своему расположению там можно увидеть все – от солнечных пляжей на юге до горных рек на севере. Например, в Черногории расположен один из самых крупнейших каньонов в Европе, который протянулся вдоль реки на 80 километров. А глубина каньона составляет около 1300 метров. Это второй по глубине каньон в Европе. Топ-1 Это, мне кажется, прям визитка нашей страны. Это остров Святой Стефан. Находится он около города Будвы. На нем отдыхали очень много известных людей. Бэхом приезжал с семьей, снимал остров. Он на самом деле закрытый. Туда просто так туристов не пускают. Но пообедать, поужинать в ресторане есть возможность, если ты бронируешь. Он прям очень шикарно выглядит. Это топ-1 из шестра в Черногории. Именно как визитная карточка. Потом я бы отметил Ловчин в Мавзолее. Это самая высокая точка в Черногории. Очень красиво, очень незабываемо. Я там был, мне кажется, раз в 10 точно. Очень нравится. Потом каждый старый город. У нас в каждом городе есть старый город, понятно. И вот они тоже очень-очень крутые. Тоже все необычные. Ты смотришь, ходишь по ним. Там у нас рестораны, бары. Мы там тусим. Классные места, конечно. Есть стена в городе Котор, на котором я учился. Она находится под ЮНЕСКО. И она очень тоже такая красивая, интересная. И сложная на подъем. Многие не осиливают ее. Но когда ты поднимаешься, вид, конечно, открывается тоже незабываемый. Поэтому тоже как классное место для посещения рекомендую. Много, на самом деле, мест в Черногории. Давай, ты назвал четыре, давай пятые. Пятые. Я написал себе пятое местечко. Раз мы все эти предыдущие места были на побережье, то одно место, это, конечно же, заповедник Думитор. Черное озеро. Оно находится в горах. И буквально два-три часа езды от побережья, и ты полностью приезжаешь в другую страну, как будто. Мы зимой туда ездим, чтобы посмотреть на снег. Потому что подбережь его нет. И съездить в Думитор, посидеть около костра, посмотреть на снег и покататься на сноуборде – это супер. Черногорцы в буквальном смысле этого слова воспевают свою лень. У них даже существует десять заповедей лени. Например, человек рождается уставшим и живет, чтобы отдохнуть. Возлюби кровать свою, как себя самого. Отдохни днем, чтобы ночью спокойно поспать. Расскажи тогда о черногорцах, о самих. Какие они? Опиши их. Вот, этот вопрос меня всегда убивает. И всегда я всем привожу пример черногорца. Когда я помню, еду в институт, примерно часов в 7 утра, в 6 приходится, потому что мне надо было ехать примерно километров 50 до института. И мужички, прямо видно, что черногорцы, люди, которые уже давным-давно тут живут, сидят утром в 6 утра и пьют кофе. То есть никуда не торопятся, у них ничего не заботят. Они могут сесть в 6 утра, начать пить кружку маленькую, и с ним сидеть до 2-3 часов дня, вообще просто за какой-нибудь приятной беседой. Вот это именно олицетворяет каждого черногорца. Он не торопится, он понимает, что жизнь одна у него, и что ему надо насладиться каждой секундной, и как бы здесь и сейчас он будет сидеть и смаковать это кофе, сигареткой, как надо, под солнышком. Зачем ему учебу, зачем ему учиться, зачем ему что-то делать, если они могут сейчас посидеть, отдохнуть. Главное правило, конечно, черногорца – это вот отдохни. Ты как бы работа-работа, но отдых – самое главное. Ежегодно проводятся соревнования по лене, и участники должны лежать и ничего не делать в максимальное количество времени. Победитель получает денежный приз. Слушай, я бы поучаствовал бы в таком. Вот буквально 2-3 дня назад закончился один из таких турниров, он ежегодный. В этом году человек пролежал, по-моему, около 80 часов, что ли, что-то такое. А черногорский рекорд у всего этого соревнования – это было где-то около 180 часов человек просто лежал, не двигался. Но вот это забавно. У нас на домах не пишут номер дома, чтобы обходить налоги, потому что построили дом, и все. Зачем его где-то регистрируют, платить за него налоги? Поставил себе, и все. А когда кто-то спрашивает, где ты живешь, ты ему говоришь, вот по этой тропинке пройди, и вот тот желтый-правый дом – это мой. Поэтому нормально. И почтальон также знает. Каждого по имени, по фамилии и в глаза. Поэтому проблем никаких с номерами нет. Только для туристов. Непонятие, непонимание, как это возможно. Я бы хотел сказать, и тремя словами писать именно сельскими, потому что они бы передали максимальное понимание страны. Первое – это палака, которая обозначает спокойствие, слоу-даун, жизнь, когда ты не торопишься. Все, что я объяснил ранее. Второе – это лепота, красота. То есть никто не поспорит, что Черногория очень красивая. Когда уже была легенда, у нас очень-очень много цветов в Черногории. Сходила легенда, что Черногория был раньше… Он не легенда, он был раньше портовым городом. И все, кто проезжал, должен был оставить по маленькому цветку. Какой-нибудь из своей страны. Поэтому Черногория сейчас очень красочная. И имеет такой богатый… Столько цветов, короче, в Черногории красивая. Лепота – это слово номер два. И третье слово – это доста. Когда ты в достатке. Они прекрасно понимают. Они не пиваются, им доста. Они понимают свою меру. Они сидят, наслаждаются им хорошо. Всегда они не хотят чего-то большего. Поэтому доста – это прям проще на годы. Плако, лепота и доста. Три таких. Слушай, ну может кто-нибудь запомнит эти слова? Ты мне скинешь потом? Я выучу. Запомню отдельно. Черногория находится в четырех климатических зонах. Поэтому даже с жарким летом в отдаленных от моря районах можно встретить снег. Также стоит добавить, что более 40% территории покрыто лесами. Вот такая она Черногория. Надеюсь, что вам удалось из этого выпуска узнать что-то новое об этой стране. Чао. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!